Празднику быть! Подготовка к Новому году идет полным ходом и несмотря на ограничения. На еженедельном совещании в Звенигороде говорили о том, как провести зимние мероприятия интересно и максимально безопасно. В этом году по понятным причинам новогодние празднования пройдут с ограничениями, но все же привычные уличные развлечения, активности, такие как ярмарки, горки, уличные представления обязательно останутся. Нам с вами важно сделать и красивое оформление и праздничную обстановку. У нас год был непростой, но завершить его и начать следующий 2021 год мы должны на позитивной ноте и желательно, конечно, в красивой обстановке. Улицы городов уже сверкают огнями. На центральных площадях и в парках устанавливаются новогодние красавицы-елки. Традиционные массовые праздники для детей проводиться не будут, но уличные ярмарки, мастер-классы, ледяные горки и катки открываются для жителей, пусть и с соблюдением ограничительных мер. Встреча детей с Дедом Морозом и Снегурочкой обязательно состоится. У нас будут работать придемные Деда Мороза, где маленькими группами Дед Мороз и Снегурочка будут встречать деток, раздавать подарки. А вот мест для семейного досуга на свежем воздухе предостаточно. Спортивные парки и площадки, катки и хоккейные коробки в этом году – фавориты. Готовность к зимнему периоду и новогодним праздникам обсудили на видеоконференции. У нас готово порядка километров 700, осталось где-то полкилометра. Если погода будет на нашей стороне, то я думаю, что в середине следующей недели мы должны завершить эту готовительную работу и открыть круг 2,5 километра для всего общего катания. Лыжня на Лазутинской трассе не только одна из лучших, но и одна из первых открывшихся в Подмосковье. Искусственный снег уже радует профессионалов и любителей, создает праздничное настроение горожанам. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.